Думал, с чего начать. Хотел снять 50-й ролик, юбилейный. Думал, про что. А потом решил, сниму стандартный. У меня вот есть датш. Машина. Хорошая очень. Уже 11 лет я ее держу. А вообще ей 14 от создания 2005 года. Я решил, перед поездкой, мы собрались ехать на неделю на океан. Потом собрались ехать в Йеллоустоун. Еще на неделю. В общем, то есть еще на неделю на океан. Это получается 3 недели в разное время. С июля и до сентября. В этом периоде. Ну и решил посмотреть, что же там с тормозами. Перед поездкой проверить. Ой. Копнул поближе. И оказалось, ребята, что за эти 14 лет ни разу туда никто даже и не заглядывал. Я тоже. В общем, поменял колодки, барабаны, все, что можно было. Поменял задние калиперы. Это вот эта штука. Вот они лежат. Кто в курсе, понимает, о чем речь, да? Вот это вот. Потому что был заклиненный один напрочь. Задний правый, пассажирский. Потом прокачали полностью тормоза. Жидкость поменял. Новая, свежая. Ой. Все там было ржавое. Сломали два ключа. Благо, воздушным ганом можно было все это сорвать. И, короче, вся эта замена тормозов, два калипера, жидкости, потом эти накладки, барабаны передние и задние. Короче, это тысяча долларов. В районе тысячи. Все это обошлось. Теперь внутри он. Блестящие стоят. Новенькие. Тормоза прокачали тоже. Все. Проехался вчера. Так что машину подготовил. Слава Богу. Родственник помог. Четыре часа с ним тут возились. Подняли его полностью на стойке. Все колеса снял. Вот такие дела. Надо будет еще кондишен глянуть, чтобы на лето. Потому что ехать в Yellowstone это далеко. И там жарко. По горам. И я бы, может быть, даже и туда не доехал с этими тормозами. А, кстати, еще амортизаторы тоже задние. Два штуки. Вот они. Один еще как-то дышит, а другой он с вмятинами был. Где я так зацепил их, я не знаю. Ну, короче. Вот вместе с амортизаторами задними это получается тысяча долларов. Ну, там плюс-минус. Чего уж мелочиться. Вот они, барабаны. Вчера уже допоздна работали. Закидал все. Вон амортизатор новый стоит. На траке написано, что это Heavy Duty. Сзади. Вот надпись. Это что означает, что эта машина создана для тяжелой эксплуатации. Как бы Heavy Duty это тяжелая служба, что ли. Это как-то так переводится. Вот чисто за счет запаса прочности я думаю, что за эти 14 лет эти тормоза, накладки все это выдержало. Это раз. А второе, что я сильно тяжелый, на нем не тягал ничего. Там, не многотонные триллера, ничего. Ну, то трейлер синий, это так для него. весьма посильная. Поэтому машина хорошая. Уже, я говорю, 11 лет я его использую. Мне очень нравится. Если интересно, если интересно будет, я могу подробнее о нем рассказать. мотор 5,9 объем, дизель 3500, это самый мощный. Вот он, 3500. Отличается от 2500 только вот этими вот лепестками рессоры. Полная и вот эта вот дополнительная с этими вот двумя пластинками. Два лепестка, вот они. Вот эти вот. Вот эта вся разница между 2500 и 3500. Это грузоподъемность. И также на 1 на 1 галлон больше бензобак. У этого получается 36 галлонов. Ну, это, грубо говоря, умножить на 4. Это сколько будет? 120, 20, 30, 44, 140 литров примерно. Там плюс-минус немножко меньше литр. Это больше, то есть, галлона. Ну, в районе 140 литров. Вот заправка одна, 140 литров. Хватает на, если по трассе, ну, короче, это все детали. Если интересно будет, расскажу характеристики и мое впечатление о нем. Так что, вот такие дела, ребята. Краска облезла. Это я его красил. Он за эти 11 лет ни разу в гараже не стоял, на улице. Поэтому материалы брал вроде недешевые. Машинами занимался раньше. Сейчас просто места нет. Гараж забит, он там месс такой. Поэтому так что что-то будет, если интересное, спрашивайте. Расскажу. Ну, спасибо. Не забывайте заходить. Ставьте лайки. Всем удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!